Если у вас постоянная какая-то смена красок, например, берете в разных подборах или просто вы не уверены, лучше в конечном счете закончить 500 секундомер. Ну и, конечно, мы должны знать рабочую вязкость этой краски. Ну, примем что-то среднее, допустим, 18 секунд. Как правило, краска, в принципе, она имеет вязкость от 14-16, допустим, в каком-то бренде, до 22, допустим, в премиалке. 22 уже имеет вязкость премиальный бренд. Засунули, вот так вот черпанули, чтобы у вас полностью она была погружена. Либо, допустим, если у вас материала мало, просто налили поворонку, заткнули этим пальцем, чтобы у вас по краешку было материала. И сразу сразу нанесли, щелкнули, секундомер, как бы, да, щелкнули. И засекаем то время, за сколько она вытекет из этого. То есть вот она протекла полностью, как бы, да, там, условно говоря, там, практически есть материал, там, вышел, то есть последняя капля шлепа упала, и сразу остановили, как бы, да, и увидим... Вязкость мерится в секундах. По секундам, как бы, да, и увидим в секунду, сколько у вас получилось рабочей вязкости, и ориентируемся, как бы, на ТДС, на которое прописано. У нас получилось 25 секунд, это много, я считаю, как бы, это много, мы сейчас, соответственно, просто разбавим бы по ТДС, и пойти, как я сказал, пошли бы красили, имели бы проблемы. Я сейчас доразбавлю, как бы, да. И перепроверим. Мне где-то нравится, там, где-то секунд 18, до 20, скажем тогда. Сейчас я примерно знаю, там, 25 секунд, как бы, да, то есть я вот клевану так, ну, столько, скажем тогда. Я думаю, ну, да, можно по чуть-чуть, как бы, там, да, вот, либо я... А со временем уже... Ну, Серега все время перепроверяет. И он пока как правильно, да, это правильно, это четко. Конечно. О чем он говорит? Мы сейчас тратим определенное время на то, чтобы перепроверить, но мы себя, опять же, еще в одном шаге обезопасиваем, да, потому что будет слишком густая. А так, даже потом, когда, вот, вы, как Олег сказал, у вас, ну, научитесь, как бы, да, то есть даже, ну, вот, линеечка, там, посмотрели, в принципе. Все равно, как бы, повесили, там, и периодически себя проверяйте. А если бы ничего не мешает, как раз. Все, пошел проверить. Однозначно. Материала из пистолета на деталь, собственно говоря, то есть дальнейшая его функция – это испариться, как бы, да, то есть, разнести, как бы, нам комфортно. А вот эта вещь, как бы, это и растворитель, то есть, как бы, он нарушает молекулярные связи в материале, соответственно, и, как бы, не дает ему нормально сшиться. То есть, как бы, у вас постоянно получается такое желированное, в желированном состоянии. То есть, вы не можете потом его нормально сушить, вы не можете потом нормально обработать его, если, например, наполнитель, там, как бы, лак, например, у вас будет постоянно в таком, как бы, вязком каком-то состоянии. Вот, поэтому, как бы, да, и поэтому, как бы, это только вещь для промывки именно оборудования. То есть ни в коем случае мы не добавляем его ни в двухкомпонентные материалы, ни в базу. Потому что если мы добавим его в базу, он поджигает его пигмент, то есть делает краску более серой, он крутит серебро, не дает ему нормально распределиться, как бы лечься. То есть у вас испаряется неравномерно, о чем я как раз говорил, то есть пятнами у нас будет испаряться. И это будет очень-очень плохо. Значит, пистолеты, которые мы будем использовать под нанесение базового покрытия, это 3300, тем, которые мы грунтовали, это 4600 Сагула и ДВ-1. Давайте сейчас, наверное, сразу пробегусь по ним. Значит, 4600 – это старшая модель бренда Сагула. Это базовый пистолет. Значит, концепция такая же, как я сказал, у ДВ-10, то есть сменные воздушные головы. Значит, здесь у нас стоит голова под базу, идет Аквана так называемая. Это под органику, соответственно, и под водоразбовимые материалы. Пугаться этого как бы не надо, то есть у нас спокойно работать со всеми базовыми покрытиями. Хороший пистолет. Чем? Это быстрый пистолет, это очень такой энергичный пистолет. Он очень дает хороший, мокрый, сочный такой факел, то есть с ним как бы не уснешь. Если кто работает реватой, будет несколько непривычно, наверное, после реваты. Но, как бы, тем не менее, задумка была его изначально, именно сделать, задумка инженеров, вернее, была изначально сделать пистолет прям реально такой комфортный, быстрый по нанесению. Хороший мягкий как бы клапан. Всего лишь в конструкции этого пистолета 35 деталей, то есть минимум пластика. Вообще, как бы, отличительной особенностью Сагула является то, что минимум пластика в конструкции. То есть здесь фактически, что в 3300, что в 4600, три детали пластика. Это кольцо в башке, это, значит, воздушный клапан в самом теле пистолета и уплотнительное, значит, колечко в вот этой части, как бы, в игле. То есть, по сути, все. Вот, то есть все, как бы, доступно для промывки, все доступно для обслуживания, то есть никаких колец под дюзой, как у других, значит, пистолетов нету, никаких воздухооспалительных колец тоже нету съемных. Все, как бы, по минимуму, все, как бы, аскетично, как бы, но очень точно и работает хорошо. Поэтому мне такие пистолеты очень нравятся именно вот этим вот. То, что, по сути, ломаться, как бы, нечем. В принципе, конечно, в пистолетах там особо ломаться нечем, но если минимум пластика, как бы, есть, то это вообще шикарно. У, значит, этой модели есть такие еще, как бы, фишки, как промежуточные варианты дюз, то есть, кроме стандартных 1.2, 1.3, 1.4, есть 1.25, 1.35. То есть, в Европе очень любят муллеры европейские промежуточные варианты, потому что это такой, как бы, хороший усредненный вариант подо все. В принципе, я считаю, что для нас это тоже абсолютно так же будет работать, потому что, особенно те, кто работает, скажем так, на себя, то есть, они могут прыгать постоянно с краски на краску, могут выбирать в разных подборах краску, опять же, как я сказал, она где-то гуще, где-то пожиже. Вот. Что еще? Мягкий, хороший клапан, как я сказал, уже быстрая работа, в общем-то, то есть, по ровности он, в принципе, такой же, как и ДВ-1. Очень близкий, скажем так, очень близкий к нему, но, конечно, ДВ-1, он прямо вот впереди планеты всей. То есть, если вы хотите, как бы, хорошее оборудование, то есть, прям действительно хорошее, качественное оборудование, там, как бы, быстрое, но при этом немного отдать, как бы, денег, то, в принципе, вот 4600, это будет идеальный вариант. Если денег дофига, вот, и хочется прямо вот топ, то у вас есть выбор, ДВ-1, соответственно, ДВ-1, да, ДВ-1, да, ДВ-1 уже все заговариваться начинает. Вот. Это реально пистолет, я считаю, прям один из лучших, наверное, нанесен, наверное, не самый лучший, по именно нанесению проблемных сложных металликов, то есть, светло-серебро, какие-то проблемные варианты, там, да, сервины, там, мышиные, которые склонны к яблочности. За счет чего он так хорошо работает с ними? Значит, у него новая конструкция воздушных дюз и воздушных голов. Заключается она в том, что у нас здесь дюза стали полированные, то есть, как бы, нет граней, соответственно, здесь эти грани как бы стесаны, она сделана, как, там, купола наших, х 쿠ай, то есть, полированная такая же выточка в башке, то есть, это позволяет делать поток максимально плотным, без завихрений, как бы в нем, то есть, без какого-либо там, этого, кривого, как бы, тумана, вот, то есть, как бы, он равномерный по всей, как бы, его, вот, верообразности, как бы, да, и, собственно говоря, это позволяет наносить проблему металлики именно равномерно, как бы, ровно и не склонно, как бы, яблокам, вот. Это основная фича этих пистолетов. Плюс, если мы работаем на станции с разными, с большим количеством муляров, и у которых разные руки, каждый принцип так или иначе красит своих техники. Кто-то посушит, кто-то мокрее, у всех есть небольшая разница по светлоте. Это будет особенно актуально для больших станций. И он, как будет тут дельту, разницу между руками очень хорошо усредняет. То есть он заставляет красить всех в средней технике. И как раз эта дельта по светлоте у всех становится очень-очень минимальной. Поэтому это тоже вариант хороший пистолет для больших станций. Кроме этого, хороший мягкий воздушный клапан, подпружиненный курок не болтается, не звенит, мелочь, а приятно. 270 градусов оборот башки, то есть хорошо закручивается без проблем. Есть вариант электронного манометра. Убрали регулировку воздуха, значит, с ручки сделали, стали делать кольцо. Если опять же работаете с электронным манометром, удобно смотрим, регулируем, как бы, да, работаем. Вот. Не поджата игла, то есть она как бы закручивается без усилия. Как бы мне вот говорили то, что это как инженеры проецируют, ну, я не проецирую, это доносит как бы до нас вот эту теорию, то что игла без нагрузки, как бы она стачивается равномернее, как бы при отходе его из дюзы. Потому что когда мы, допустим, на поджатой игле нажимаем курок, она как бы в любом принципе пистолете, она как бы отходит не четко по своей оси, как бы, а каким-то одним отбоком. То есть у нее как бы идет износ как бы с какой-либо стороны. Вот. И особенно как бы это актуально, когда она как бы нагружена. И почему мы всегда рекомендуем не зажимать расход краски, да, то есть не делать его, скажем так, там, меньшим, именно с той целью, чтобы у вас как бы игла постоянно отходила полностью из дюзы. Потому что в противном случае она у вас будет постоянно там как бы тереться, у вас будет постоянно повышенный износ, у вас будет формироваться вот этот как бы грушевидный факел. Поэтому если вам не комфортно, например, и вы начинаете поджимать расход краски, лучше перейдите на дюзу меньше, меньше. То есть диаметром, допустим, с 1.3, например, на 1.2. Вот. То есть, но у вас постоянно должна как бы игла отходить полностью из-за как бы дюза. То есть у вас должна быть постоянно быть настройка расхода как бы краски на максимум. Вот. Но в Соголе как бы чем интереснее, потому что, во-первых, там запчасти как бы дешевле. Вот. И о ней как бы именно, вот почему замена идет игла с дюзы, они как бы аргументируют это тем, что у них, во-первых, есть даже отдельная операция при производстве пистолета, когда каждая игла с дюзой подгоняется индивидуально. То есть там как бы игла, она таким как бы ударным методом как бы проворачивается, как бы, и человек сидит на этой операции, как бы он подгоняет иглу с как бы каждой дюзой именно индивидуально к этой паре. Вот. Поэтому они как бы всегда рекомендуют менять все полностью. В принципе, теоретически, конечно, я так чисто технически, как бы, думаю, что, наверное, не будет проблем, как бы, да, просто поменять их в дюзу. Но поскольку они пригнаны, как бы, то я считаю, конечно, есть в этом смысл. Да. А башка остается у вас, ваша старая, обычная. Так. Про пистолеты рассказал. Вот. Тогда его будем красить. Постоянно говорит про облака, про яблоки, про яблоки. Дело в том, что в определенный момент на серебристых тонах это бич маляров. Как бы это одна из самых часто встречаемых ситуаций, когда эти яблоки присутствуют, и когда эти яблоки видит клиент. И он у вас не принимает такую машину. И вам приходится опять по-новой перекрашивать. Вот. Поэтому яблоки – это одна из наиболее частых, как бы, недоработок маляра. Вешать. Да. Именно по невнимательности, либо по, как бы, расторопности именно. Вот. От которой, в принципе, за которой надо всегда следить. Особенно, там, на серебристых цветах, особенно на цветах, где у вас будет крупное зерно такого сероватого цвета, они будут сильно-сильно видны, если вы, как бы, будете делать неправильные вещи. Даже если, там, краски будут, там, какие-то супер, там, дорогие. Хотя на супердорогих красках все равно они, как бы, немножко сглатывают. Но это не застраховано до конца. Поэтому вот яблочность, вот, за Сергеем смотрите, потому что он сейчас покажет вам, как выравнивать окончательно все это. Это очень важно. Да. Да. Нашу всегда мокро. Ну, так, прям, с хорошим глянцем. В данном случае просто я предполагаю, что краска, она сама по себе такая, достаточно сухенькая. Она, как бы, ну, очень хорошо, как бы, смачивается. Может быть, в комбинации, как бы, с данным разбавителем, который я использовал. Но, как бы, лично я, вот, хороший, как бы, такой вот устойчивый, как бы, глянец, да, то есть у меня вот такой первый мокрый слой. Вот. Второй будет наносенок, как бы, чуть полегче, то есть такой полу, такой полуматовый, такой полуглянцевый слой. И третий, особенно, если мы работаем с светлыми металликами, как бы, он уже будет на пониженном давлении выравнивающий, я покажу. В принципе, если вы работаете с цветным каким-то, допустим, с цветными металликами, то есть там темные какие-то тона, там, да, или просто, не знаю, там, в общем, цветные, короче, да. Это у третьего, может быть, слоя, как бы, даже не надо делать, просто смотрите по месту, там, да, посмотрели, как бы, ровненько, там, никакой склонности к яблочности нету, все, как бы, и два слоя до свидания и оставили. Склонность к яблочности, вот. Ну, вот, первый слой прям должен быть нормальный, хороший. Потому что будете наносить какой-то припыл, например, там, да, или будете, например, там, полусырыми, это всегда будет у вас, как бы, удлинять, как бы, во-первых, время покраски, плюс вот эта, как бы, шуба, да, детали, там, да, из, как бы, вот этого шероховатого, как бы, металлика, сухого, как бы, она у вас тоже будет не очень хорошо, потому что последующий, как бы, слой, он у вас будет проваливаться, как бы, в вашу мелкую, как бы, эту шагрень, там, да, мелкую, как бы, еж торчащий, как бы. Во-первых, воспроизводить шагрень предыдущего слоя, и ложиться тоже неравномерно. А нанося сразу на подготовленную деталь, то есть на зашлифованный наполнитель, нормальный мокрый слой, мы даем металлику возможность нормально ровненько улечься, нормально распределиться, быть гладким. И уже потом ваш второй фактически окончательный слой, он у вас будет уже лежать на нормальном глянцевом покрытии. Хорошем, ровном. То есть вот этой постоянного образования шубы, там слой за слоем, у вас уже не будет. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да, когда уже посохнет, их будет видно, если краска словно к яблочности Поэтому вы либо можете сейчас нанести еще один третий слой выравнивающий, либо если вы видите, что все окей, можете на этом остановиться и пойти готовить лак Еще я бы хотел сказать, иногда бывает, что краска слабокроющая, и вы уже дали вот этот второй слой, и вы видите, что она все равно недоукрыта Вы кроющую способность набираете именно вот этими полувлажными цветами, не полными, не сухими, а именно полувлажными набираете, и окончание все равно у вас легкие выравнивающие, ну как Сергей покажет Делается там в зависимости от того, что у вас закраска, там цвет Мы решили, что у нас он делается, то есть видим проблемы какие-то, допустим Есть несколько, скажем так, техник выравнивания То есть первая, самая простая, наверное, такая, как бы, не знаю, часто-нечасто практикующаяся, но тем не менее, иногда люди так делают То есть сухим слоем Просто берут люди, как бы, да, и вот, значит, руку подальше держат до окрашиваемой детали, как бы, и просто сухим слоем набрасывают, выравнивают, так сказать, наши вот эти вот темные наши эти облака В принципе, можно, но сухой слой, сухое нанесение всегда провоцирует рассветление тона краски То есть вы всегда будете, соответственно, проваливаться по тону относительно, так сказать, оригинала То есть у вас будет уходить тон краски по светлоте Плюс, если, допустим, жарко, вы, опять же, неправильно подобрали разбавитель по базе У вас вот этот ваш сухой опыл будет ложиться ежом То есть ваша алюминиевая пудра, она вас будет торчать Соответственно, неравномерно, не ориентированно И потом на лаке это будет просто вылезать в виде наколов таких, как будто у вас лак закипел Вот, то есть, как бы, вы имеете две проблемы сразу Осветление тона и, значит, проблемы с лаком, то есть у вас будет металик торчать И не факт, опять же, что выровняйте, кстати говоря Потому что иногда вот это сухое нанесение слоя, оно иногда тоже провоцирует в яблоке, опять же, те же То есть мы не уходим от проблемы Второй момент более сложный Он для людей, которые понимают, что делают То есть полусурую базу То есть когда она у вас, скажем так, еще не до конца высохла, но и не мокрая Мы наносим наш вот этот вот выровняющий слой То есть вы можете снижать давление, можете не снижать давление, просто там подальше руку держать Можно так делать, но вы должны понимать, как бы, да, когда у вас слой еще не закрылся до конца Это как бы сложнее, потому что, ну, здесь вы должны это понимать Вот, и я считаю самый простой Это снижение давления, так называемый капельный метод Проваливаемся по давлению, допустим, на 1,2-1,3 Держим руку чуть подальше, чуть помедленнее ведем И такими, как бы, капельками легкими Мы разравниваем наши проблемные Наши яблоки Вот Давайте вот этот способ посмотрим Конечно Вот, чем хорош? Снижая давление, как бы, у вас краска ложится еще такими мелкими каплями Мелкими, но мокрыми То есть металлик в этих каплях еще способен нормальный, лично ориентированно То есть он не торчит у вас сухо Во-первых, это не осветляет мы краски так сильно, как сухое нанесение И вы уходите от яблок То есть здесь основная, как бы, основная вещь Основная, скажем так, ну, не проблема этого метода А тут зачем вы должны, как бы, следить и знать это, и контролировать Нанесить, наносить эту краску, как бы, не слишком сухо, но и не слишком мокро Будете вы носить слишком сухо, как бы, вы просто их не разравняете То есть у вас будет просто сухая краска Нанесите слишком мокро, у вас будут вот эти пятаки и мокрые краски То есть они у вас будут, как бы, таким прям яблочностью лежать То есть это будет еще больше провоцировать, как бы, яблоки Вот, поэтому вы должны, как бы, поймать этот момент Когда вы его наносите, как бы, именно равномерно Как бы, с равномерной, скажем так, глянцевостью, да, то есть равномерным нанесением этого покрытия То есть этого слоя Вот, это, как бы, в принципе, единственное, за чем мы должны, как бы, наследить То есть, ну, это, как же, просто со временем, там, вы это поймете Вот И что достаточно ровненько легла красочка Как бы, и пистолет, хоть у нас им был эконом, как бы, да, бюджет Нанес, я считаю, как бы, очень ровно То есть, в принципе, за свои деньги пистолет красит очень хорошо То есть даже на проблемном цвете, на серебре Вот Он разложил, как бы, очень нормально, комфортно, ровно Поэтому те, кто начинает, как бы, свой путь малярке Вот, выбор, например, вот этого пистолета, я считаю, он абсолютно оправдан И, в принципе, я вот, например, сторонник теории То, что даже начинающему, как бы, маляру Не надо начинать с дешевого оборудования Там, с китайского оборудования Наоборот, любыми путями, там, я не знаю, займите, украдите мне Возьмите кредит, купите нормальный хороший пистолет Прям, вот, прям классный пистолет Потому что, начав, как бы, работать на нем, на хорошем оборудовании Хорошее оборудование прощает вам просто 70% аршивы к вашу То есть это сразу вам нормально поставит, как бы, руку И потом, отработав, скажем так, какое-то время на хорошем оборудовании И взяв в руки дешевое, что-то там, да, китайское, например Вы сразу эту разницу почувствуете Вот Поэтому, как бы, это сразу вот вас направит в нормальное, как бы, русло, да Какие-то огрехи вам простит, в общем-то, да И вы сразу нормально начнете работать Потому что, ну, реально с ним проще работать с этими пистолетами хорошими Чем вы возьмете китайский пистолет Можно китайский пистолет красить? То есть у нас есть даже видеоролик, я помню, делал на нашем канале По поводу китайских пистолетов Можно красить Даже некоторые, как бы, из них весьма неплохо, как бы, красить, да То есть, вот Но, я считаю, глобальная проблема у китайцев Это то, что они льют, как не в себя Они очень, как бы, быстрые Они очень, как бы, мокрые и некомфортные Особенно будут для, вот, начинающих людей То есть, вот, то, что, как бы, мы, вот То, что, я пробовал, там, да, мне приносили Вот, я покрасил нормально, ровненько все получилось Прям даже на удивление Но они прям льют, как из ведра Вот И, вот, начинающим, как бы, ребятам Я считаю, это будет просто некомфортно И расход строго материала И недолговечность, и самобор Плюс, разумеется, как бы, вот этот, вот, постоянный, как бы, износ и пары гладьюзы Там, да, из непонятных материалов Как бы, она абсолютно у китайцев непрогнозируемая Он у вас может прожить, там, как бы, и три года, там, да И может умереть, там, через три месяца Поэтому с ним, конечно, такая лотерея с ними Так, значит, я снизаю давление До примерно 1-2 бара, соответственно И наношу наш слой То есть, как бы, видите, у нас получились мелкие капли такие, как бы, да Они еще мокренькие Бояться не надо Вот эта шуба, как бы, она высохнет и потом растянется Особенно, если вы нормально, как бы, развели краску, да По повязкости, по ТДС, они густовато, там, да То есть, она у вас растянется, вот И поэтому она, как бы, у вас не осветлит тон Она у вас, как бы, легла равномерно Вот И убрала, как бы, ваши все проблемные, так сказать, вещи Главное, поймать вот эту скорость проводки Как бы, когда вы идете, как бы, да И не быстро, и не медленно Равноват Ну да, вот, я чувствую, стрёмно Может быть, чуть подальше, скажем так Я бы сделал, а так в целом нормально, да Начнете мокрить, как бы, да У вас будет, быть, мокрой блямбой, как бы, да Слишком сухо получится, положите, как бы Неравномерно получится Один на два примерно, нет Тут много, да, я так понимаю Ну, наверное, да Слип Видишь, он, как бы, вроде бы, вентярнички Еще у него, сейчас высохнет, все разойдет Девушки отдыхают Девушки отдыхают Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова